Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тараса Степаненко. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Николаевич Карамышев. Здравствуйте, Виктор Николаевич! Здравствуйте! У нас большой разговор, и хотелось бы его начать с аграрной темы, тем более, что у нас на носу посевная, и вы являетесь членом профильного комитета Государственной Думы. А первый вопрос как раз касается льготного кредитования, 5-процентного кредитования, господдержки, которую оказывает страна нашим аграриям. Вот скажите, вот это вот льготное кредитование, 5-процентное, насколько эта мера сегодня востребована в сельском хозяйстве? Я скажу, что это новшество, которое реализуется только с 1 января 2017 года. В прошлом году руководство страны заявило аграриям, что пойдет на то, чтобы на беспрецедентный шаг, то, чтобы сельхозтоваропроизводители получали кредиты, которые им бы стоили не более 5%. Соответственно, в федеральном бюджете, который мы принимали, Государственная Дума, уже были заложены средства на эти цели, на субсидирование. Представим такую картину. Если банки дают кредиты от 11-12% до 15%, 10% финансируется процентом государством, и конечному сельхозтоваропроизводителю кредит сам будет стоить не более 5% годовых. И средства на эти цели выделены. Они распределены на краткосрочные кредиты, которые сельхозтоваропроизводители вот сейчас получают весной. И на долгосрочные, которые уже связаны с инвестиционными проектами определенными. Естественно, что механизм пока еще совершенствуется. И нам стали поступать с различных регионов, в том числе и с Курской области, жалобы от сельхозтоваропроизводителей. То, что крупные компании получают кредиты достаточно серьезные, а до мелких товаропроизводителей, малых, средних сельхозтоваропроизводителей, кредиты не доходят, они не успевают. Потому что, ну, все-таки крупные компании более разворотливые и более легко ориентируются. У нас как раз на прошлой неделе состоялась встреча руководства нашей фракции, партии власти, с привлечением экспертов из комитета профильного, в том числе я присутствовал на этой встрече с министром сельского хозяйства Ткачевым Александром Николаевичем. Где мы обозначили те вопросы, которые перед нами ставят наши избиратели. Поддержку нашли, Ткачевск пообещал, что в дальнейшем все выделяемые кредиты будут, в том числе, согласовываться с регионом. Это понятно, но скажите, вот сейчас уже можно говорить о какой-то статистике? Все-таки с 1 января 2017 года вряд ли еще кто-то получил эти кредиты. Нет, уже идут, получают кредиты. И на Курской область на краткосрочные кредиты выделено порядка 244 миллионов рублей. То есть, если это 10%, то, соответственно, около 2,5 миллиардов можно привлечь кредитов для сельхозтоваропроизводителей, коротких кредитов, именно на посевную. А условия есть какие-то? Есть, подаешь заявление в банки, соответственно, банки рассматривают, если они принимают этот кредит, они направляют уведомления Министерства сельского хозяйства и получают свою субсидию. А сельхозтоваропроизводитель получает средства. Но еще раз повторюсь, нельзя, чтобы это несколько компаний получили эти средства, крупных компаний, а те, кто имеет меньший объем сельхозугодий, их не получил. Это неправильно. Такой перекос нужно устранять. Мы прекрасно знаем, что в сельском хозяйстве Курской области очень хорошо развивается мясное животноводство. Садоводство есть, тоже развивается. Но вот, может быть, вы бы отметили еще какое-то направление в АПК, которое Курской области необходимо развивать ускоренными темпами. Возможно, вот, брать кредиты. Ну, я хочу сказать то, что вы отметили и садоводство, оно в Курской области только начинает развиваться. И мясное молочное животноводство, именно крупные рогатые скоты, мясное и молочное животноводство, здесь тоже необходима государственная поддержка. Но из приоритетов, то, что нам необходимо развивать, и что в ближайшем будущем, ну, даже хотя бы в среднесрочной перспективе, даст хорошую отдачу в виде рабочих мест и налоговых поступлений, я бы отметил перерабатывающую промышленность, пищевую и перерабатывающую. И в Курской области есть, наметилась уже неплохая динамика. За пять лет, с 2011 года по 2016, вот доля во всей перерабатывающей промышленности, доля именно пищевой промышленности, выросла с 32,5% до 50%. Половина. Да, половина – это пищевая и перерабатывающая промышленность. Повторюсь, во всей обрабатывающей промышленности. За пять лет открыто 25 новых высокотехнологичных предприятий. Но прорабочие места – это 4 с лишним тысячи. Только в 2016 году около тысячи рабочих мест новых прибавилось. Ну, можно сказать, что это в конце прошлого года открывшаяся в Ленце мясохладобойня на 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Это одно из таких крупнейших предприятий в Европе. И есть еще заделы, но только это дало порядка тысячи рабочих мест. Да, ну и, естественно, это не единственный проект. И в будущем тоже будут воплощаться, опять же, как Вы говорите, в сфере переработки. Да, а так как в Курской области появляются все новые комплексы, большие, мощные, то, соответственно, потребность в кормах для скота, в комбикормах, она также растет. И здесь, опять же, намечается дополнительный прирост в перерабатывающую промышленность. Это тот конек, на который Курская область может уверенно ставить для того, чтобы в будущем ни в коем случае не прогадать. Ну вот, следующий вопрос. Работа хорошего депутата Госдумы не только ограничивается заседаниями пленарными или работой в комитетах, но и необходимо трудиться на местах со своими избирателями, слушать их проблемы, стараться их решить. Ну вот, одна из проблем, с которой Вам, как я знаю, пришлось недавно разбираться, это судьба Рыльского авиационного колледжа. Уникальное учебное заведение, судьба которого сейчас под угрозой. Подробнее расскажите, в чем проблема и как ее получается решить. Дело в том, что где-то уже в течение 6-7 лет Рыльский авиационный колледж стал филиалом Московского государственного технического университета авиации. Ну и понятно, как у всякого филиала, у него тоже была непростая жизнь эти годы, в том числе и финансирование на учебный процесс. Но в конце 16-го года, когда объявляли им бюджет, возникла серьезная брешь в этом бюджете. То есть довели смету, которая не позволяет в полном объеме выполнить все требования к учебному процессу. Ко мне поступило обращение от руководства колледжа. Начал выяснять ситуацию. Вышел на федеральное агентство Росавиация, которое, собственно, является учредителем, в том числе и Рыльского авиационного колледжа. Росавиация сказала, что Минобразование дает в этом на 17-й год меньше средств, чем было в 16-м году. Вышел с письмом, которое поддержали меня коллеги, было всего шесть подписей под этим письмом, на Министерство образования, на министра Васильеву. Васильева ответила, что ситуация в принципе нормальная, все сделано правильно. Сейчас я получил возражение от Росавиации и планирую в ближайшем будущем пригласить на площадку Государственной Думы и представителей Минобра, представителей Росавиации, пригласить депутатов. А у нас еще, кроме Курской области, в пяти регионах есть подобные филиалы, которые готовят специалистов среднего звена для российской авиации. Для гражданской авиации. Да, для гражданской авиации. Чтобы на площадке Государственной Думы мы все-таки выработали совместно с Минобром и Росавиацией правильное решение, и должные средства поступили, в том числе и Рыльский авиационный колледж. Потому что президент ставит задачу развития авиации в Российской Федерации, а Рыльский авиаколледж, он уникален. Больше таких специалистов, как в Рыльске, не готовят нигде в стране. И нельзя, чтобы такое старейшее учебное заведение было просто закрыто из-за какого-то чиновничьего недопонимания. Этого допускать нельзя. Будем следить за развитием ситуации с Рыльским авиационным колледжем. Но вот раз мы начали говорить о тех проблемах, которые приходится решать на месте в своем избирательном округе, то хочу вам адресовать прямо сейчас в рамках эфира вопрос, который в редакцию поступили от телезрителей. Тексты вопросов и адреса жителей я вам потом передам после нашей программы. Но сейчас вы можете как раз ответить. Ну вот, Оксана Леонова интересуется. Живет с годовалой дочкой по адресу Курск, улица Харьковская, дом 22, 10-й подъезд. Среди соседей много семей с маленькими детьми. От лифта до выхода из подъезда лестница и коляску с ребенком приходится спускать практически на руках. В связи с этим Оксана Леонова просит установить пандус для детских колясок. Ну, готов сразу подсказать, каким образом необходимо решать данный вопрос. Заявительнице необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой, письменной просьбой, установить пандус. И при наличии средств управляющая компания обязана сразу же приступить к решению данного вопроса. То есть должна быть инициатива. В свою очередь я также отправлю запрос в ту управляющую компанию, которая обслуживает данный дом. Ну, и, соответственно, Оксане постараюсь ответить и оставить координаты своей приемной для того, чтобы мы корректировали нашу совместную работу. Я думаю, этот вопрос будет решен. И второй вопрос, он объемный, попытаясь его сократить. Захарова Светлана Васильевна обратилась от имени жителей улицы Заречной, села Стужень, Монтуровского района. Их главная проблема нет за асфальтированной дороги. Пишет, что до асфальта больше 4 километров зимой, весной и осенью к ним не проехать. Мы обращаемся к вам и как к депутату, как к человеку, готовому помочь. С большим уважением и огромной надеждой на то, что наша проблема будет решена. Как вы здесь можете помочь? Ну, давайте так. Досталось, конечно, нам наследство еще от Советского Союза. К сожалению, не лучше. Ситуация бы с дорогами была. И если мы посмотрим в той же бывшей Советской Республике Украины, которая рядом с нами, Сумская область, Харьковская и так далее. Там Союз больше уделял внимания именно другим республикам, кроме России. Потому что здесь и территория большая, и население не такая плотность. Поэтому, наверное, по каким-то показателям больше дорожное строительство велось в других братских республиках. Но, тем не менее, мы тоже не стоим на месте. И многое делается, в том числе, в Курской области. Я знаю, что в 2016 году очень хорошо себя показала программа в районах. Опять же, повторюсь. Это строительство так называемых съездов с областных дорог, которые заходили и в населенные пункты. Где-то 5-6 проблемных вопросов в каждом районе удалось развязать. Я думаю, что при наличии средств необходимо эту практику и продолжить. Но вот мне хотелось бы, координаты оставьте. Я поручу помощникам, они свяжутся с заявителем. Для того, чтобы выяснить непосредственно проблематику данного места. И хочу сказать, что есть еще одно средство для решения дорожных вопросов. Где-то порядка 8,5 миллиардов рублей выделено в федеральном бюджете на целевой программе устойчивое развитие сельских территорий. Именно на дорожное строительство. Курская область на 2017 год где-то порядка 280 миллионов на эти цели получит. Где в рамках этой программы делаются дороги к социальным объектам. Школа, больница, детский садик, магазин, медпункт. Или же к объектам хозяйственным. Склад, зерноток, ферма и так далее. Это теоретически возможно, но нужно, конечно же, поработать над этим. Так что приму к сведению данный запрос, буду работать. Ну, следующий вопрос. Еще одна ваша инициатива, которая касается образовательной сферы. В частности, в медицинских вузах. Вот, пожалуйста, подробнее расскажите. На прошлой неделе я выступал в рамках так называемых пяти минуток. То есть, каждой фракции для определенных обозначения приоритетных направлений деятельности. Или же каких-то политических заявлений выделяется 10 минут, для того, чтобы можно было раскрыть ту или иную тему. И вот я по поручению фракции нашей партии выступал по поводу ситуации с сельским здравоохранением. Многое удалось сделать за последние годы в отрасли здравоохранения. Ну, даже в Курской области построена в ФТЖ центральная районная больница. В Курске поликлиника на Садовой новая сделана. Перинатальный центр построен. В этом году достраивается вторая очередь онкологического центра. Вопрос только один теперь выходит на первый план. Это кадры. Особенно кадры медицинские в сельской местности. Ведь даже по стране не хватает 37 тысяч врачей и около 200 тысяч среднего медицинского персонала. И особенно остро это ощущается в сельской местности. В Курской области, например, 500 с лишним врачей не хватает. А в Нижнегородской области полторы тысячи. В Саратовской тысячи врачей. А вместе с тем есть целевики, которые обучаются по целевым направлениям за государственный счет. Но если в среднем 9 человек на место конкурс при поступлении в медицинский вуз, на лечебный факультет, то целевики идут с конкурсом 1,2 человека на место. То есть практически без конкурса. Практически без конкурса. И вместе с тем, согласно пробелам действующих в законодательстве, как правило, они отрабатывают то, что положено по договору. То есть направляют тебя от района, ты должен вернуться и в этой районной больнице отработать несколько лет. Так в результате государство не может выполнить взятое на себя обязательство. Качественной и доступной медицинской помощи. И я выступал, у меня коллеги поддержали, что эти пробелы необходимо устранять. Идешь по целевому, будь добр отработать. Нет, верни государству затраченные средства. Это будет честно и справедливо. Но вот теперь какой путь у вашей инициативы? Теперь путь. Я предложил создать рабочую группу в Государственной Думе, которая с учетом заинтересованности Министерства здравоохранения, Министерства образования, Государственной Думы, я думаю, что нас поддержит и Совет Федерации, должны отработать все эти вопросы, чтобы целевики не имели права уйти от ответственности, от исполнения договора. Но вместе с тем государство предоставило бы им жилплощадь, квартиры какие-то для нормального устройства быта и так далее, какое-то дополнительное материальное стимулирование. То есть вопрос нужно решать в комплексе. Но если мы сейчас не начнем решать, я боюсь, что через несколько лет может быть поздно. Средний возраст врача в центральных районных больницах, это, скажу, старше 50 лет, это 51% врачей. То есть каждый второй предпенсионного возраста. Об этом тоже нужно задуматься. Следующий мой вопрос касается работы с региональными властями. Вот как у депутата Государственной Думы строится взаимодействие с властью в области? Я хочу сказать, что лично у меня нормальные рабочие отношения. Я взаимодействую с сектором сельского хозяйства, с аграрным. Мы совместно решаем те вопросы, которые ставят перед нами аграрии. Я оперативно получаю информацию, в том числе и от финансового сектора. С главой региона Александром Николаевичем также нормальные, хорошие отношения. Вот недавно у нас была встреча, и мы вместе обсудили, Александр Николаевич уже видит, что согласно сложившегося законодательства в 2018 году Курская область может потерять в бюджете определенную сумму средств. И чтобы это не произошло, мы сейчас уже, по просьбе Александра Николаевича я прорабатываю данный вопрос, законодательные инициативы, пока детали раскрывать не буду, но уже работаем не только над 2017 годом, над действующим бюджетом, над действующим законодательством, мы уже заглядываем в 2018 год, чтобы случайно не споткнуться. Мы встречаемся с вами в преддверии 23 февраля. Расскажите, что для вас этот день, что для вас этот праздник, и служили ли вы в армии? Ну, конечно же, служил. Служил в срочную службу, два года. На этот праздник, наверное, его стоит трактовать шире. Это праздник настоящих мужчин, тех, кто готов, независимо от чего, встать на защиту своей родины, своей большой родины России, малой родины Курского края, своей семьи, друзей, товарищей. То есть быть защитником. Каково предназначение настоящего мужчины. Поэтому мне приятно видеть, как в последние годы меняются отношения к службе вооружённых сил. Уже сейчас редко кто пытается, ну, как говорят, откосить от армии. Наоборот, есть такие случаи, когда просятся, возьмите меня, выбирают достаточно сложные войска для того, чтобы пройти школу настоящего мужчины. Поэтому праздник этот, уходящий корнями глубоко в нашу культуру, он, ну, олицетворяет действительно настоящих мужчин. Вот вы сказали по поводу культуры и глубоких корней этого праздника. Ну вот, если немножко порассуждать, что нужно делать, что сделано, и что нужно сделать, чтобы и дальше служба в армии оставалась престижной? Ну, здесь две составляющих. Моральное, то, что сейчас делается, поднимать на престиж вооружённых сил. Ну, и, с другой стороны, материальное. Я вот во время выборной кампании встречался в том числе и с военнослужащими, с офицерами, контрактниками, которые справедливо поднимали вопрос. Да, в 2012 году была достойно поднята заработная плата, ну, так называемая, потому что у военных у них свои термины, ну, будем называть заработная плата. А сейчас 17-й год, и вот это денежное довольствие ни разу не индексировалось. А ежегодно происходит инфляция, что тоже несправедливо. И надо этим, нужно работать. То есть, с одной стороны, моральное, с другой стороны, материально подкреплять. Потому что на голодный желудок, ну, сложно будет отстаивать, защищать интересы Родины. Можно на короткий промежуток, но всё-таки жизнь военнослужащих, она достаточно сложная. Это изборы, это тревоги, это переезды, куда Родина пошлёт. Сегодня ты в Курской области, завтра можешь быть на Чукотке или же в Калининградской области. Это всегда быть в состоянии боевой готовности. Поэтому это тоже нужно, необходимо материально стимулировать. Но это, что касается материального плана, а воспитание? Такое воспитание, вот у нас как раз в Курской области, с этим, слава богу, всё нормально. Какое мощнейшее кадетское движение? Куряне чтут ветерана Великой Отечественной войны, подвиг нашего народа. У нас один из немногих городов Курска, где сохранился пост номер один. Преемственность традиции у курян это в крови. Потому что, наверное, и потому, что здесь была и Курская битва. Здесь многочисленные другие примеры героической защиты своих рубежей. Здесь же проходила засечная черта ещё, которая от половцев защищала. Так что, слава богу, вот курян как раз здесь полное адекватное отношение. Ну, как вы сказали, уже корнями в истории этот праздник. Ну, у вас есть возможность сказать несколько слов, праздничных слов защитникам Отечества? Ну, что? Любить Родину так, как любите. Быть в строю, быть крепкими, здоровыми. Ну, и любить по-настоящему свою землю и тех женщин, которые рядом. Таково, наверное, предназначение настоящего мужчины. Отвечать за свою Родину, за свой дом, за свою семью. И быть опорой. Виктор Николаевич, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Ну, а наша программа завершилась. Оставайтесь с телеканалом «СЕИМ» и дальше. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова